Нам говорят, что семья не обязательно должна состоять из мамы и папы. Так мы победим Сороса или нет? Это деньги, живые деньги. Скажу такие слова, кто-то может посмеется, кто-то может осудить. Мика, почему тебя не впустили в Молдову? Почему тебя там дожидался наш СИП? Ты такой опасный для Молдовы или что? Ну, вы знаете, я скажу, что я опасный для Запада. Потому что то, что случилось, оно случилось не по воле и желанию молдавских властей. Нет, не то, что они против. Но это не в их руках. И здесь я прекрасно понимаю, что заказчик этого сидит там далеко за океаном. И для них мы действительно опасны. Для них мы опасны, в первую очередь, потому что мы говорим правду. Потому что мы идем и показываем людям, что то, что им навязывали очень много лет, рассказывали о том, что Россия враг. А сейчас в Молдове уже на официальном уровне признана Россия угрозой национальной безопасности. О том, что здесь все плохо и ужасно. Что это абсолютно ложь. Более того, вы знаете о том, что мы подписали соглашение с главой оппозиционного блока Победы Илоном Шором об инвестициях в 250 миллионов долларов, которые пойдут на социальные проекты, инфраструктурные проекты для Молдовы. То есть мы, я в частности, ехал в Молдову с совершенно конкретной помощью. Не с какими-то эфемерными плюшками западными, которые нельзя пощупать и увидеть. Только слышим мы всегда, что они вот столько делают. Это не какие-то кредиты, которые тебя вгоняют, и ты вечно зависимый. Или не какие-то гранты, которые опять же тебя делают зависимым. Это деньги на живые деньги, на инфраструктурные проекты, на строительство дорог, на строительство школ, детсадов и так далее. И здесь, в этой истории разрушается стереотип. Потому что Россия, она же враг, а тут она помогает. Как это так? А это была последняя попытка захода Евразии в Молдову? Однозначно нет. Мы совершенно точно можем сказать, что если, допустим, я не могу попасть физически на территорию Молдовы, то это не значит, что мы не будем продолжать работу сегодня в век высоких технологий. Как минимум можно работать онлайн. И та презентация программы «Волонтеры Евразии», которые будут рассказывать гражданам Молдовы о преимуществах ЕС перед ЕС, она, безусловно, состоится. Состоится в ближайшее время. Я уверен, что также у нас будут и программы в оффлайне, то есть, скажем так, на земле. Посмотрим, кто из представителей нашей организации сможет туда попасть. Но у нас много людей, которые поддерживают Евразию среди граждан Молдовы непосредственно на месте. Вы это прекрасно знаете. Поэтому однозначно работа там не будет останавливаться. И я скажу так, что она будет только усиливаться. Ты сам из Армении. Там Евразию приняли как-то по-другому? Вы знаете как, что касается людей, если сказать, то я думаю, приняли как и в Молдове с распространенными объятиями, потому что я общался с ребятами из Молдовы, которые участвуют в программах, и все рады этим возможностям. Что касается власти, мы находимся под пристальнейшим вниманием службы национальной безопасности. На форум, который недавно проходил, Международный студенческий форум в Армении, проходил под пристальнейшим вниманием опять же спецслужб. Я знаю, что нашим спецслужбам отдан приказ американцами о том, чтобы не допустить развертывания деятельности Евразии. Именно поэтому в ближайшее время будут, я предполагаю, что сначала будут предприняты попытки меня дискредитировать в МИДе, затем, вероятно, будут попытки меня посадить. Ну, дальше посмотрим, что будет, но я вам скажу точно, что ничего у них не получится. Я к этому и хотел прийти. Вот тяжело быть представителем Евразии, и в то же время оппозиционным блогерам в своей собственности. Не боишься? Наверное, для меня, честно скажу, это самое лучшее, что могло со мной произойти. Потому что ценности, которые несет Евразия, и те ценности, которые пропагандирует оппозиция, в частности я, да, я не буду там за всю оппозицию, она тоже у нас разношостная, они идентичны. И сегодня, благодаря Евразии, появляются дополнительные ресурсы на то, чтобы показывать людям правду, на то, чтобы раскрывать ситуацию. Ведь у нас в Армении ситуация, ну, немногим я скажу лучше, ну, это вообще открытие Молдовы, для меня ситуация в Молдовы, оно, знаете, как стало, я очень удивился, что где-то есть хуже, чем у нас. Хотя, конечно, не было таких ужасающих территориальных потерь, и не было такой войны. У нас в 92-м было. В 92-м было, да. Но у нас тоже было в 92-м, просто было сейчас. Но ситуация политическая, ситуация внутриполитическая, она у вас на один шаг впереди, я говорю, в негативном плане. Но Армения далеко не отстает. И смотрите, здесь вот, когда происходит сегодня в Молдове, фактически уничтожение народа, целого народа, да, причем посредством мягкой силы, да, то есть когда сейчас нет молдовского языка, правильно, в Конституции нет. Ну, они попытались поменять там через, да, да, сейчас такое. Там румынские. История. История румын. История румын. Смотрите, какой процесс происходит в Армении. Вы знаете, все знают, что армяне – это очень древний народ, который существует тысячи лет. Но на протяжении нашей истории были моменты, причем продолжительные, когда у нас не было своей государственности. Поэтому в школах всегда изучалась история армянского народа. С этого года изменили на историю Армении. То есть они отвергают все, что было. Говорят, вот существует государство 30 лет, вот это Армения. Все остальное – это отлукаво. И это борьба Запада с народами, с историей, с культурой и с традициями. Чем опасен однополярный мир для наших государств? Однополярный мир – это диктат. Однополярный мир нам сегодня показывает… Вот давайте приведем сейчас самый свежий пример, который у всех на устах – открытие Олимпиады в Париже. Вот однополярный мир, он говорит, что это хорошо, что это правильно. Мы смотрим, мы видим и мы знаем, что это неправильно. Но нам на белое говорят, что это черное, а на черное говорят, что это белое. Нам говорят, что семья не обязательно должна состоять из мамы и папы, что есть там третий пол и так далее. И в том случае, если мир однополярный, то у них в их руках вся правда. То есть то, что они сказали, есть правда, и она не подлежит сомнениям никаким. А для нас это, я считаю, что катастрофа. Американцы проводят агрессивную информационную политику на постсоветском пространстве, делая ставку на разрушение традиционных ценностей проживающих здесь народом. Ну, я про весь СНГ и так далее. Чем можем ответить мы? Есть ли у нас возможности адекватного ответа? Я говорю про Евразию. Как на это может повлиять организация, которую ты представляешь? Сейчас мы уже по результату четырехмесячной работы. Что такое четыре месяца? Это совсем ничего. Обычно организации подобные нашей за четыре месяца там план только пишут, начинают раскачиваться. Но мы видим, что мы можем. Мы видим, что людей, которые нуждались в этом, их становится все больше. Откликов все больше. И уже в тех странах, в которых ведется активная работа, результат очень хороший. А какие это страны, чтобы мы понимали? Сейчас в Евразию входит Россия, Молдова, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. На данный момент у нас главный офис находится в Москве. И сейчас открывается первое представительство зарубежной Евразии в Армении, которую я, собственно говоря, возглавляю. Сейчас у нас, это удивительно, на самом деле, мы этого не ожидали, но есть запросы из европейских стран, где люди даже готовы финансировать наше присутствие в стране, лишь бы мы несли вот то, что именно несем. Именно в первую очередь это защита традиционных ценностей, защита наших религиозных устоев. И что важно для меня больше всего в Евразии? Мы боремся за национальную идентичность каждой из стран, которые входят. Мы не пытаемся создать всех, сделать европейцами, как делает Запад. Мы, наоборот, говорим о том, что каждый должен ценить свое, бороться за свое. И мы сделать должны так, что в нашем европейском пространстве мы все объединились и уважали друг друга. Я еще хотел бы добавить о результатах. Смотрите. Да, конечно. Есть абсолютно совершенный факт, что нас боятся. Я говорил о том, что лично Саманта Пауэр, по моей информации, дала приказ спецслужбам Армении помешать деятельности Евразии. Затем мне закрыли въезд в Грузию, затем меня депортировали из Молдовы. И это говорит именно о том, что мы сейчас разрушаем ту картинку фейковую, которую они создали. Мы молодые, мы решительные, и мы бросаем вызов этому одрехлевшему Соросу и всей их конторе. Вот насчет Сороса. Это и последний, в принципе, мой вопрос. Какая стратегия у Евразии? Как вы видите будущее фонда Евразии? И сможет ли Евразия противостоять фонду Сороса? Знаете что, я скажу такие слова, кто-то может посмеется, кто-то может осудить, кто-то, не знаю, по-разному относится. Это очень громкие слова. Но после, опять же, вот этого открытия Олимпиады, я понял для себя одну вещь, что мы сейчас должны бороться за спасение человечества. Потому что если все так продолжится в этом духе и этому не противодействовать, тогда я думаю, что, знаете, мир ожидает новый потоп, метеорит или что-то такое. Но у нас есть шанс, и мы не имеем права не воспользоваться им. Сегодня Евразия как важна для людей, потому что народная дипломатия – это огромная сила, которая может свернуть горы. Также она важна и для, знаете, серьезных людей с ресурсами. Потому что, вот мы уже знаем о примере Илона Шора, который сделал огромное дело через Евразию, пытается сделать огромное дело для Молдовы. Я очень надеюсь, что подобным методом будут помогать своим странам в ближайшее время и армянские бизнесмены. Потому что очень многим хочется изменить ситуацию в своей стране, но никто не знает, как. Когда каждый действует по отдельности, результата нет. И здесь Евразия может стать вот этим звеном, когда и снизу нам получается помогать людям, нам получается открывать глаза, нам получается действовать, содействовать нашей потрясающей молодежи. Нам просто, они очень крутые, они креативные, они талантливые, они хотят делать, они хотят творить, они хотят делать это вместе. Я увидел это на нашем форуме международном, им круто вместе. Нам просто надо содействовать и создавать им возможности. также и это может быть возможность действительно для тех людей, у которых есть ресурсы, чтобы влиять на ситуацию в своих странах, на изменения в лучшую сторону. Так мы победим Сороса или нет? Безусловно. Безусловно. Добро всегда побеждает. Безусловно. Безусловно.